Грозовые тучи то и дело сгущаются над площадкой Сибирского агропарка. В уборочную такая погода грозит потерями урожая и его качества. Чтобы продать зерно по хорошей цене или положить на хранение в ожидании ее, нужно провести очистку и сушку. Реалии прошлых лет показали, мех така не поспевают за производительностью комбайнов. Например, такие российские сепараторы для очистки зерна выдают продуктивность до 200 тонн в час. Импортные машины с той же производительностью существенно дороже. Мы разработали именно простую технологию, это барабанные скальпираторы с технологическим воздухом, именно рассчитанные на производительность до 160, до 200 тонн в час. То есть, в принципе, мы ее можем разогнать. Мы уже на двух проектах использовали транспортную систему производительностью 250 тонн в час. Специалисты отмечают, такие комплексы полностью автоматизированы. Управлять всеми процессами можно с компьютера или планшета. Комплексы отличают высокая производительность. На них, скорее всего, в ближайшие годы перейдет большинство аграриев. Причина еще и в том, что эти комплексы позволяют подработать зерно и отправить его на хранение почти сразу, а не в течение нескольких месяцев. Проектированием, строительством и производством компонентов, комплексов по очистке, сушке, хранению и переработке компания «Сохрани зерно» занимается уже 11 лет. В их портфолио более 100 проектов по всей стране и за рубежом. Собственное производство и проектный отдел помогают из разных паззлов собирать комплексы по цели и нужде конкретного фермера. Бывало так, что заключаем договор на два однотипных, абсолютно одинаковых проекта, но по факту оказывается, что из-за различий географических условий приходится вносить изменения. Разные фундаменты, разные типы фундаментов. В зависимости, например, от розоветров приходится размещать по-разному некоторые элементы конструкции. Объекты сдают под ключ, помогают фермерам и с обслуживанием, в том числе постгарантийным, что очень важно в уборочную. Представители компании при необходимости готовы даже выехать и помочь с модернизацией старых комплексов, а на все вопросы аграриев ответит на стенде 154 Сибирского агропарка еще завтра, в заключительный день форума.